Итак, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня тема, замечательная и актуальная тема, которую мы обсуждаем с вами в прямом эфире, звучит следующим образом. Бизнес образование в России и мире, оценка качества, рэнкинги, заинтересованные стороны, ну и многое другого интересного. Я думаю, мы сегодня успеем в течение этого часа нашего с вами эфира обсудить. Обсудить с моим гостем, я с удовольствием представляю его сегодня в студии бизнес-класса, Сергей Мисоедов, проректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, ректор Института Бизнеса и Делового Администрирования. Сергей, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Уважаемые слушатели, я напомню вам, ну, на всякий случай, мало ли, телефон прямого эфира, телефон нашей студии 6510996, код города 495 и сайт компании finam.fm. Все это вам может понадобиться для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру, позвонив, написав, задать вопрос таким образом свой Сергею, либо высказать собственную точку зрения, собственную позицию. Ну что ж, все приготовления, да, традиционные мы сделали, давайте начнем беседу. Сергей, вопрос номер один. Бизнес-образование, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, естественно, этот термин не так давно витает, да, в Российской Федерации, не так давно вошел в наш обиход. Что он обозначает, как можно определить его? Бизнес-образование. Бизнес-образование – это образование для тех, кто хочет научиться грамотно управлять другими людьми, бизнесом и своей карьерой, если расширительно. Бизнес-образование, вообще говоря, существует столько, сколько существует человечество. Бизнес-школы – относительно новый феномен. А вот коммерческие школы, а это тоже бизнес-образование, может, несколько урезанное, они существуют почти столько же, сколько человечество. У нас, например, есть у Института бизнеса и делового администрирования партнер – Антверпенская школа менеджмента. Ее заложили иезуиты в 13 веке как коммерческую школу. Это тоже бизнес-образование. Бизнес-образование и бизнес-школы в нынешнем понятии – явление более новое. Первые бизнес-школы – это так бизнес-школ, так бизнес-скул и Уортон бизнес-скул в Соединенных Штатах Америки. Именно там в начале прошлого века зародились программы МБИ, соответственно, в 1901 и 1903 годах. Это считают началом нынешнего регулярного бизнес-образования. В нашей стране в советское время, естественно, бизнес-образования не было. Хозяйственников готовили, к слову сказать, в Академии народного хозяйства. А бизнес-образование возродилось после большого перерыва в 1988 году, когда Сувминц как ПСС создали две первых коммерческих бизнес-школы – Высшую школу международного бизнеса в АНХ и Высшую коммерческую школу в Академии внешней торговли. А через полгода после этого в школе бизнеса МГИМО была создана школа бизнеса МГИМО, девичья фамилия Института бизнеса и делового администрирования, которое я представляю. Потому что мы создали школу в МГИМО, потом нас пригласил к себе академик-реформатор Аганбегян, и мы командой в 100 человек в 1994 году ушли в Академию народного хозяйства. Вот такая краткая история. Кстати, если о терминах говорить – бизнес-образование, коммерческое образование, бизнес-школа коммерческая – это одно и то же по сути, да, то есть разное звучание просто. Понимаете, в английском языке есть такое слово overlap – это когда два круга пересекают друг друга. Вот здесь есть очень большая общая составляющая. Если можно об этом поподробнее. И тем не менее, коммерческая школа все-таки сориентирована в первую очередь на экономические и финансовые показатели только. Метрика, нынешняя классическая бизнес-школа наполовину ориентирует вас на поведенческие дисциплины. Может быть, вы слышали, говорят, управленческий хат и управленческий софт. Жесткие дисциплины и мягкие, жесткие дисциплины. Это финансы, это эконом-метрика, это бухучет, все то, что можно посчитать. Это количественные методы принятия управленческих решений, оптимизационные модели, Монте-Карло, ограничители Гальдрата. Это вот то, что можно посчитать и пощупать. Это то, что любят наши технарии в бизнес-школах. Но есть и вторая сторона дела. Это психология, это теория мотивации, это эмоциональный интеллект, это эмпатия, способность почувствовать других людей, повести за собой, убедить, вдохновить, лидерство. Вот почему вдруг вылетел вверх вначале Майкрософт, а потом вылетел Эппл и обогнал Майкрософт? Как получилось, что Стивен Джобс уходил и возвращался, и вместе с ним Эппл то проваливался, то уходил? Это вы количественно не просчитаете. Это вот те самые поведенческие дисциплины. Все, что связано с психологией поведения, психологией управления, психологией влияния на людей, оптимизацией вашего потенциала руководителя, это вторая составляющая бизнес-школы, которая выходит за пределы коммерции. Замечательно. Сергей, я хотел бы уточнить вашу точку зрения, хотя мне показалось, что она очевидна. Успех Эппл напрямую связан в большей степени именно с личностью Джобса? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что говорят, короля делает свита, но свиту подбирает король. Стивен Джобс не мог сработать без тех людей, которые его окружают. Но этих людей вначале приглашал он, а потом приглашали те люди, которые подобрал он. Стивен Джобс, как любой лидер, начал сформирование корпоративной культуры. Корпоративная культура — это ценностная система. Это самоидентификация. Мы отличаемся, мы лучшие, мы прорвемся. Помните, как сказал Христос? И пойдем по воде Акипосуху, и те, кто поверил, пошли. И вот мы пойдем, и мы пройдем. С этого начинается любой крупный лидер. И на этом рывке за лидером идет команда. И кто такой лидер? Лидер — это тот, у кого есть последователи. Причем вы можете быть начальником, но не лидером. Вы можете приказывать, наказывать. А параллельно у вас может быть в замах неформальный лидер, который что-то скажет. И все за ним идут. Вот среди прочего бизнес-школа, по-хорошему, раскачивая вашу ментальность, если у вас есть потенциал, задатки лидера, помогают вам развить этот потенциал. Может быть, вы сталкивались с таким понятием, как эмоциональный интеллект. Есть научный интеллект. Хорошо известный IQ. Вот всевозможные тесты логические и так далее. Практика показывает, замеры показывают, что наш с вами научный интеллект, к сожалению, он выходит на определенный предел. В 16-18 лет потом не растет. Почему все математические открытия их обычно делают молодые ребята? А потом стагнирует и уменьшается. А эмоциональный интеллект основан на эмпатии. Способности почувствовать другого человека. Почувствовать, что ему интересно, как его замотивировать. Почувствовать, какими словами вы его можете за собой повести. Почему говорят мудрость стариков. Они умеют часто убеждать. Во всяком случае, умные старики. И вот эмоциональный интеллект, он растет. И люди, которые много работают с другими людьми, у них появляется вот то самое искусство убеждать, как у Суворова искусство побеждать. И за ними начинают идти. Из них обычно вырастают сильные лидеры, с которыми идут последователи, поднимают их вверх и растут вместе с ними сами. Это то, над чем работает бизнес-школа. Вот, я хотел бы уточнить, действительно ли в бизнес-школе можно вот эти лидерские качества каким-то образом, ну, если они присутствуют уже. Вот это уже один важный момент. Пришел человек в бизнес-школу, его наверняка тестируют, да, в плане его потенциальных возможностей. Я уже не уверен, могут ли отказать в обучении. Могут. Если это хорошая бизнес-школа, если это хорошая бизнес-школа на Западе, однозначно. Если это хорошая бизнес-школа в России, из первой пятерки, еще как могут отказать. Вот про остальных я выскажусь покоротнее. Ну, отрадно услышать было от вас, да, фразу о том, что хорошая бизнес-школа из первой пятерки, то есть я предполагаю, что их уже не меньше пяти. В России на сегодняшний день, по данным Российской ассоциации бизнес-образования, где я, среди прочего, президент, на сегодняшний день около 150 членов. Это бизнес-школы, бизнес-факультеты, бизнес-центры, ну, скажем так, они отличаются по масштабам деятельности, по развитости, но это все из сферы бизнес-образования. В стране есть головка, костяк, приблизительно из 30-40 хороших, устоявшихся бизнес-школ, которые действительно дают не университетское образование, а бизнес-образование. Давайте сразу договоримся об ключевом отличии. Вот, очень хотелось бы уточнить. Бизнес-образование может быть только послеопытного. Только послеопытное. Вы не можете прийти в бизнес-образование сразу после университета, не поработав. Бизнес-образование классической программы МБИ направлено на руководителей. Учить руководству можно только тех, кто либо уже поруководил, либо начинает руководить. То есть, если у вас нет ни одного подчиненного, и вы ни дня не работали на практике... Но очень хотите этого. Выброшенные деньги и выброшенное время. В бизнес-школу надо идти через 5-7 лет работы. Ну, то есть, я правильно понимаю, если я пришел, не имея опыта того, о котором вы говорите, мне могут отказать. Вам абсолютно. Вам могут отказать, а если вам средненькая бизнес-школа из-за набора не откажет, вы выбросите время, будете недовольны, и не получите того, что вам надо. Потому что, еще раз услышите, университетское образование вам дает общую базу. Она дает вам дефинитивно категорийный аппарат, способность ориентироваться в будущей профессии. А бизнес-школа вас настраивает на карьерный рывок и решение управленческих задач под данный этап вашей карьеры. Я покажу на другом примере. Вот программы МБИ ориентированы на средний менеджмент. Все говорят, это для топов. Это неправильно. Программы МБИ по классике. Это средний менеджмент, который хочет войти в топ. И программы МБИ обычно, хотя они носят общий характер, то есть рассказывают вам обо всех управленческих дисциплинах. И об управлении финансами, и маркетингом, и человеческими ресурсами, и стратегией. Все сбалансировано. Но они в конце обычно имеют небольшую специализацию. Процентов 10-15. Например, специализация для маркетологов. Вы работаете в отделе маркетинга. Вам нужно объяснить, что такое марчандайзинг. Какие особенности маркетинга вы в этой отрасли? Занятия ведут только практики. Здесь преподаватели ничего не объяснят. Они должны сказать, как реально на рынке. Это вам дает возможность подняться на руководство отдела маркетинга. А вот программа Executive в МБИ, это для первых лиц. Как только вы стали замдиректора компании, или начинаете претендовать, вам уже не нужен марчандайзинг и особенности маркетинга. У вас есть зав. отдела маркетинга. Вам надо подняться надфункционально, увидеть с высоты птичьего полета проблему. Сергей, огромное спасибо. Мы сейчас с вами прервемся новости. Послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. ФМ. Сегодня тема нашего эфира – бизнес, образование в России и мире. Оценка качества, рэнкинги, заинтересованные стороны и так далее. И тому подобное. Еще раз я представлю студии сегодня Сергей Мясоедов, проректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации и ректор Института Бизнеса и Делового Администрирования. Напомню и телефон студии 651099,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните, задавайте свои вопросы. Сергей, продолжим. Очень интересно, вы рассказывали о… В программе Executive MBA абсолютно. MBA для среднего менеджмента, Executive MBA для топ-менеджмента. Потому что для топ-менеджера нужно увидеть перспективы развития компании, посмотреть на стратегию, подумать, как собрать ресурсы. Он должен подняться над функциями. Почему хорошая программа Executive MBA – это всегда программа надфункциональная, где мы людей переучиваем думать не с позиции бухгалтера или маркетолога, а с позиции руководителя всей компании, которая собирает в единый кулак все ресурсы. Это не всегда простой процесс. Когда же говорят программа Executive MBA по маркетингу – это сапоги в смятку. Хотя на российском рынке этого можно найти сколько угодно. Программа Executive MBA – это для тех, кто готовится стать первыми лицами компании. И вот здесь очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание наших слушателей. В отличие от рынка первого высшего образования, который сравнительно гомогенен, лучше вузы, хуже вузы, но программы более-менее похожи, рынок бизнес-образования очень сильно нишевой. Он ориентирован на конкретных слушателей. И программа по менеджменту, программа MBA, ориентированная на маркетинг, или ориентированная на финансы, или ориентированная на управление персоналом, в разных бизнес-школах может быть лучше или хуже. Так как в мире, говорят, Уортон – лучшая программа MBA с акцентом на финансы, а Гарвард – с акцентом на стратегию. То же самое сейчас начинает наблюдаться в российских бизнес-школах. И когда вы выбираете бизнес-школу, я вот буду говорить сейчас цинично по критериям, на которые нужно ориентироваться. Потому что бизнес-образование – это дорого и долго. Это программа MBA, которая длится два года. Что это значит? Если вы собрались идти в бизнес-школу, во-первых, посмотрите, насколько часто она упоминается в прессе. Хорошая бизнес-школа себя любит, и она заботится о своем пиаре. Второе. Обязательно позвоните в отдел маркетинга и позадавайте им заковыристые вопросы о программах, неважно какие. Если бизнес-школа не умеет себя продавать, чему она вас на рынке научит? Это что тогда, университетский факультет? Значит, третье. Сходите на день открытых дверей. Лучше нескольких школ. И помимо содержания контента, посмотрите на лица тех, кто будет сидеть, тех, кто будет выступать. Подумайте. Я хочу работать с такими преподавателями. Они меня впечатлили. Мне хочется работать в аудитории, проводить мозговые штурмы, тренинги с теми людьми, которые сидят на дне открытых дверей. В разных школах очень сильно отличаются люди, которые там приходят. Они не лучше и не хуже. Но где-то это мелкий менеджмент, где-то средний, где-то крупный. Здесь есть очень большая специфика. Бизнес конкретен. Это надо увидеть. Это по описаниям. Это не может быть случаем каким-то. Вот сегодня звезды легли так, что пришли именно эти люди. Я посмотрел на них и сделал... В жизни бывает все, что угодно. Обычно нет. Но можно сходить на несколько дней открытых дверей. Почему я сказал? Сходите на несколько. Ведь вы же ввязываетесь на год и в очень дорогое удовольствие. Следующий момент. Он звучит очень плохо. Особенно в нашей стране, где мы привыкли, что образование должно быть бесплатным. Оно как первое и высшее. Должно быть бесплатно. Программы МБИ не только бесплатно не могут быть. Они не могут быть дешевыми. Программа МБИ – это социальная отсечка лузеров. Вот я цинично скажу. Это вот так, как человек без слуха не должен идти в консерваторию. Ну, ничего с ним не сделаете. Также человек, который не доказал уже, что он умеет зарабатывать деньги, которые он может заплатить на МБИ, но не надо. Он соберет последнее из друзей, их отдаст, и ничего не получится. Кредит возьмет, да? Кредит возьмет. Не дай бог. Ой, не надо. Вот почему все бизнес-школы такие дорогие? Чем выше бизнес-школа, тем дороже. Они отсекают тех, кто не дотягивает до этой планки. И самые люди с самым хорошим бизнес-слухом, они собираются в группы. И идет очень много интерактива. Ведь, опять, отличие университетского преподавателя и преподавателя бизнес-школы. Вот если я утрирую, университетский преподаватель должен уметь так красиво выступать, чтобы кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. А вот преподаватель бизнеса, он должен уметь молчать на занятии. Он должен разговорить группу, вывести ее на мозговой штурм, направлять его отдельными репликами и в конце помочь подвести итоги. И потенциал хорошего преподавателя как раз определяется. У меня 10-часовое занятие. Сколько времени из 10 часов я молчу, и у меня группа делится реальным опытом, а я помогаю его сложить как кубики. Это совсем другие навыки. Это преподавателей нужно переучивать. Их переучивают. Существуют специальные школы для преподавателей бизнес-образования. И весь крупняк российских бизнес-школ своих преподавателей в значительной степени прогнал через заубежное переобучение. Иначе, опять, это получается переименованный факультет экономики. Это хорошо, сколько угодно, только это второе высшее образование, классическое, а не бизнес-образование, где вы рождаете управленческие находки. Вот, кстати, очень интересная тема по поводу преподавания. Действительно, да, вот из ваших слов, преподаватель университетский совсем не тот преподаватель, который должен быть в бизнес-школе. Насколько сложно переучивать? Для этого есть специальные курсы какие-то, да? Да. В свое время, вообще, российское бизнес-образование, я помню его, потому что, если вот взять мою личную карьеру, я вначале преподавал марксистко-ленинскую политэкономию. А потом, когда развалился Советский Союз на деньги американских налогоплательщиков, меня послали в Гарвардскую школу бизнеса. Мне вправили мозги, я кандидат экономических наук, я ушел из экономики, я доктор социологических наук, на стыке психологии и социологии, я преподаю лидерство. Сергей, извините, я хотел уточнить просто, вам вправили мозги, и вы поэтому ушли из экономики? Нет, я очень уважаю экономику, но я вдруг почувствовал флер работы в управленческом преподавании. Вот мне ломали всю систему дидактического изложения политэкономии, если кто-то помнит. Вот признаков империализма четыре, ни пять, ни семь, ни... Я не могу сказать, что я помню, но я изучал политэкономию. Конечно, конечно. А теперь другое, я должен обратиться к людям, их разговаривать и собрать вместе их опыт. А разговаривать их, это тяжело. Для того, чтобы понять, чем отличается университетский профессор от профессора бизнес-образования, есть вообще такая, так называемая, бостонская матрица или гарвардская матрица движения от обычного профессора к профессору бизнес-образования. Вначале вы плохенький профессор университета, потом, следующий квадрант, вы блестящий профессор университета, потом вы очень слабенький профессор бизнес-образования, и на этой стадии 90% откатываются назад. И где-то 10% выходят в блестящую гуру бизнес-образованию. То есть, получается, вот эти 90%, которые откатились назад, они по определению не могут, да, уже перейти на следующий уровень? Не могут. Это требует другой нервной системы. Ведь пока вы говорите, вам вопросов почти не задают. И с этой точки зрения звучащий профессор, он расслабленно звучит, он читает как магнитофон, с накатанными шутками. А тем более, если это определенно с периодичностью, да, там, раз в неделю, раз в месяц, то все уже... А теперь вы выходите в группу, где сидит 30 или 35 руководителей предприятий. Не студентов, а бы каких. Да. Причем, извините, не Газпромов, за которые платит государство, а среднего и крупного российского бизнеса, который вырос с нуля. Эти ребята поднялись из ничего. Они сделали сами. Они себя сделали сами. Они себя сделали и свои первые очень непростые деньги. Даже если они большие. Естественно, вы выходите преподавателем. Кто ты? Да. Это вот как в клетку стигра. А вы не имеете права их забить словами. Вы должны их разговорить. А значит, они вам в любой момент могут влепить любой вопрос. Подчеркнуть, что вы что-то не понимаете. Совершенно верно. Причем нарочи-то будут стараться самые каверзные вопросы. Конечно, конечно. Это переучивание психологическое. Но зато, если вы состоялись, и другая отдача, и любовь этих людей, и они вас приглашают на управленческий консалтинг, который дает вам совсем несобставимые доходы с преподаванием. Ну и, наконец, не знаю, правильно это, неправильно, хорошо или плохо, но во всем мире преподаватель бизнеса образования, если сравнивать с университетским, зарабатывает обычно в 5-10 раз больше. Больше чем? Чем университетский профессор. Конечно, конечно. Это совсем другая квалификация. Но я так понимаю, вот эта его статья дохода в основном формируется за счет консалтинга. Она формируется и за счет горловой нагрузки, ну или за счет тренингов, потому что они оплачиваются существенно выше. Очень небольшая, 10% всех преподавателей способны выдержать. А ведь, кроме того, люди вас оценивают, они платят деньги. А выдержать это еще и физическая нагрузка. Конечно, конечно. И дополняется, вы абсолютно правы. Если вы понравились этим людям, они говорят, Иван Иванович, вы нам так хорошо рассказали, как надо перестроить нашу кадровую систему, систему оценки кадров. А вы не могли бы на наше предприятие приехать, там недельку поработать и нам это на практике помочь осуществить? Иван Иванович говорит, ну давайте я подъеду, но это будет стоить. Конечно, конечно. И так во всем мире. И так во всем мире. Это нормально. Потому что если преподаватель не осуществляет прикладного консалтинга в управлении, откуда же он-то возьмет практику? Как же он выйдет в эту клетку с тигром? Он будет не на равных. Поэтому практически все ведущие преподаватели бизнес-образования, уж тем более все звезды, они обязательно известные консультанты по оргразвитию. Много звезд вообще, если говорить о российском бизнес-образовании? Ну я думаю, что человек 20-25 мы назовем. Причем, вы знаете, если говорить по ведущим бизнес-школам, я вот начну сейчас с Института бизнеса и делового администрирования. Моя бизнес-школа, тем более, что ей, в общем-то, больше 25 лет. Мы вначале пытались ориентироваться на Москву, потом дотянулись до Питера. Сейчас, если вы почитаете нашу рекламу, мы пишем. У нас работает сборная национальной России. Сергей, простите, ради бога, я прерву, у нас сейчас рубрика вне времени. Мы послушаем, а потом продолжим. Конечно, конечно. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Сергей Мисоедов, проректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, ректор Института Бизнеса и Делового Администрирования. Мы обсуждаем тему бизнес-образования в России и мире. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Итак, Сергей, продолжим наш разговор и вернемся к звездам российского бизнес-образования, которых, как вы сказали, порядка 20-25 человек можно насчитать. Абсолютно. Это не так много все же. Это не так много и в этой связи часть из этих звезд, они кочуют между разными бизнес-школами, когда их приглашают на отдельные курсы и так далее. И в условиях вот этого дефицита реально сильных преподавателей бизнес-образования, а сильный преподаватель из бизнес-образования, по меткому выражению Сантьяго Ингуэса, декана одной из наиболее известных европейских бизнес-школ ИГЕ Демпресса, нашего партнера, хотел сказать, он сказал, что хороший преподаватель бизнес-образования, он должен быть не гуру, а кенгуру. Потому что он должен одинаково легко перескакивать между прекрасным преподаванием в интерактивной методике, между исследованиями научными, чтобы знать специфику бизнеса, и между управленческим консалтингом. Он должен все время двигаться по этому треугольнику. Этот ритм выдерживает немного. И поэтому ряд ведущих бизнес-школ и наш институт, мы собираем, среди прочего, национальную и даже международную сборную. И вы можете у нас, ну, например, мы очень гордимся, что у нас работает профессор Кочеткова Александра Игоревна по ряду номинаций всероссийских, абсолютный лучший преподаватель по оркоповедению. То есть это групповая динамика, это лидерство, это мотивация, вот все поведенческие дисциплины, автор целого ряда книг. У нас, допустим, работает известный тренер, у него своя компания Игорь Кочалов, блестящий абсолютно тренер по маркетингу. Это россияне, но в это же время у нас работает Павло Шеремета, это декан Киевской школы бизнеса и один из лучших мировых на сегодняшний день тренеров по лидерству. Кроме того, Павло Шеремета еще, среди прочего, преподает и теорию Голубого океана, профессора Кимчана, получившую между прочим Нобелевскую премию в области управления 2006 года. Это уникально, это блестящая вещь, мы его вытягиваем из Киева. Виргиниуса Кудратиса мы тянем из Литвы. Он ведет тренинги на основе методологии доктора Эцкака Дизеса, блестящего, гениального югославского еврея, создавшего свой институт в Калифорнии, издавшего по миру на 30 языках. Тысячные тиражи своих книг, сейчас переведено на русский язык более десятка его книг, так получилось, что Ибада его открыл. Я писал первое, в его первое издание, в его первой книге предисловие здесь. За это он нас ценит, он сейчас консультирует Сбербанк, берет огромные гонорары, но каждый раз, когда он в России, он дает авторскую лекцию в нашем институте, либо бесплатно, либо за символические ресурсы, просто как дань уважения. И вот когда вы устанавливаете контакты с такими людьми, обмениваете с ними славой, делаете общее хорошее дело, они получают, среди прочего, ту же возможность дальнейшего консультирования. Привлечь людей на своих... То есть они в треугольнике находятся? Конечно, конечно, конечно. Тогда у вас начинает формироваться вначале национальная, а потом международная сборная. Если вы возьмете любую сильную ведущую школу бизнеса мира, например, Инсиад Фонтенбло, лучшая бизнес-школа Европы сегодня, номер один, обогнала даже лондонскую школу бизнеса. И посмотрите на состав преподавателей Инсиада, я, например, вам скажу, что сейчас семь преподавателей Инсиада — это российские экспаты. А вообще интернациональный состав, они формируют международную команду лучших преподавателей. Естественно, что экспаты, работающие в Инсиаде, у нас в то же время от времени преподают. Российские экспаты. То есть бизнес-школы собирают сливки. И вот эти сливки в хорошей бизнес-школе составляют обычно процентов 30-35 педсостава. Остальное идут прочные, уверенные профессионалы-середники. Потому что программа «Инбей» — это двугодичная программа, это симфонический оркестр. Если вы посадите в него одних звезд, они вам... Одни первые скрипки, если будут, да? Они вам разнесут любую мелодию. А вам нужно сыграть довольно длинное произведение. Поэтому у вас должен быть костяк профессионалов, ну и известное количество первых скрипок. А, кстати, вот говоря опять о первых скрипках, если я выбираю ту или иную бизнес-школу, я могу ориентироваться именно на них, на персоналии. Я хотел бы попасть конкретно вот к этому. Но учитывая, что у него сложный график, учитывая, что он постоянно в треугольнике, не так легко, так сказать, задача тут решить бывает. Тем не менее, все ведущие преподаватели, они обычно прикипают к тем или иным ведущим бизнес-школам. Потому что, вы понимаете, творческая работа, вы можете на консалтинге взять колоссальный гонорар, допустим, про консультивов по маркетингу, компанию PepsiCo, например. Но контракт заканчивается, а бизнес-школа устойчиво работает. Знаете, на сленге мы говорим, что бизнес-школа — это дальнобойщики. То есть программа MB — это два года, программа Executive MB — от полутора до двух лет. Расписание развелся-то с самого начала на два года, и преподаватель может спланировать, когда он задействован. Это в отличие, вот сейчас очень модны тренинги, коучинги, это великолепная штука. Мы на сленге называем это управленческий фастфуд. Не потому, что он вреден, нет, он полезен, но вы его съели, опять кушать хочется. А после хорошей программы MB обычно в течение 6-7 лет идет кумулятивный эффект. Именно в это время обычно идет карьерный рост в экспоненте. Но все-таки термин фастфуд, он такой несколько ругательный. Я понимаю, конечно, это сленг. Нет, но это по-доброму. Люди, которые, тем не менее, этот фастфуд предлагают, вот те самые тренера, которые эти тренинги осуществляют, им можно доверять? Дело в том, что тренерские компании, они тоже разные. У них тоже есть свои рэнкинги, у них есть оценки. У нас в стране существует целая группа блестящих коучинговых и тренинговых компаний. К слову сказать, и БДАРАН ХГС на постоянной основе с 17 ведущими тренинговыми компаниями России сотрудничает. Потому что профессиональный тренер это тоже профессия. Тренинги, чистые тренинги, развитие ваших личных навыков, например, искусство презентации, дресс-код, способность расслабиться, тайм-менеджмент. Это лучше, если это сделают не преподаватели, а профессиональные тренеры. Мы приглашаем их на маленькие кусочки, разбрасывая по программе. Все остальное, что они могут, они могут пригласить людей в свои компании. Мы же играем длинную увертюру. Можно сказать, что вы универсалы, они в своей области. И поэтому мы дружим, мы их просим по их специализациям выступить. И обычно тренинги профессиональных тренеров в хороших программах МБИ, не в псевдо, их слишком много сейчас, так называемых программ МБИ, обычно занимают где-то 30-35% всего времени программы. То есть, если взять 600-650 часов аудиторной работы, получается, что где-то на тренинги приходится часов 160-180-190. Это то, что выпадает на тренинг. Сергей, прошу прощения, повторюсь, но мне показалось, что это важно. Хорошие программы МБИ, в отличие от нехороших. Вы, как профессионал, естественно, без труда отличите, где хорошие, где не очень. А наши слушатели, которые заинтересовались сейчас в результате вашего рассказа, как им выбрать хорошую, на что надо ориентироваться. Опять-таки, вернемся к тому, на название бизнес-школы, на стоимость обучения, на личность, которая будет преподавать. Абсолютно. Если вы идете поступать в бизнес-школу, первое, чтобы я вам рекомендовал, если вы идете на программу МБИ, проверьте по веб-сайту и уточните, есть ли у школы международные аккредитации одной из трех ассоциаций, так называемой тройной короны. Ассоциации тройной короны. Их всего три. Это ASB International, Американская ассоциация школ бизнеса. Это EFMD, Европейский фонд развития менеджмента. Это AMBA International, Ассоциация МБИ Великобритании. Аккредитующих ассоциаций СОН они не считаются. Мир признает только эти три. На сегодняшний день в России эти аккредитации имеют менее 15 бизнес-школ. Вы сразу из 150 выберете группу, которая во всяком случае стоит выше среднероссийского уровня. Зарубежную аккредитацию, в отличие от большинства российских, купить нельзя. Более того, аккредитации выматывающие, чтобы вы поняли процедуру, чем она отличается. Это не учет площадей, как там по Минобру. А это к вам приезжает группа людей, которые говорят так. Расскажите, пожалуйста, о том, как построена ваша программа. Вы им описали, все это рассказали. Очень хорошо. Теперь вот в эту комнату идет администрация. Вот туда нам пригласите студентов, а сюда преподавателей. И три группы аккредитаторов, он начинает задавать о программе одни и те же вопросы. Потом они встречаются и сводят результат. И бывает, что очень интересно получается. То есть это жестко. На сегодняшний день по аккредитациям в России в общем лидируют, я бы сказал, 3-4 школы. Школы, которые нет вот такой реальной конкуренции, но это головка. Это идет Иббадаран ХГС. Это идет школа менеджмента Санкт-Петербургского университета. Это идет школа менеджмента Московского государственного университета. Это идет школа-университет Мирбис, которая работает чуточку в более низкой ценовой нише, но с моей точки зрения очень сильная. Я не считаю эти школы своими конкурентами, я считаю их своими друзьями. Мы работаем. Дальше идет еще группа, где-то десятка-полтора школ. Вот я сказал, где-то около 15 аккредитаций. Их можно найти. Вот это первая отсечка. Если вы ориентируетесь на серьезный МБИ, во всех этих школах, имеющих международные аккредитации, либо ССБ, либо ЕФМД, либо АМБА, остальные не считаются, программы сравнительно дорогие. Но это программы МБИ. Это программы МБИ. Это первое. А дальше то, что я вам говорил. Посмотрите на лица тех, кто учится. Славу Гарварда делают не только преподаватели. Славу Гарварда делают талантливые студенты. Сильная бизнес-школа, у нее всегда конкурс, она отбирает. Остальные рассказывают про отбор. А если вы не можете отсечь платежеспособного, вы меня простите, раскачивающего лодку шизофреника, который самореализуется через агрессию, у него что-то по жизни не складывается, он пришел, выбросил эти деньги, которые вчера там заработал на пилке госсобственности. Случайно. И его понесло. Он начинает бороться против бизнес-школы и своих коллег, самоутверждаясь. Вот такие вещи сильные бизнес-школы очень легко отсекают в самом начале. То есть бизнес-школа всегда. Это определенные вступительные экзамены. Это обязательное собеседование. То есть это всегда отбор. Не такой жесткий, как в ВУЗе. Но обычно процентов 10-15 среди тех, кто подает, ведущие бизнес-школы отсекают. Они выбирают, ибо это их будущие славы. Ибо бизнес-школа и ее выпускники связаны одной целью и скованы одной цепью. Они потом хвалят друг друга. То есть это уже на этапе поступления разговор о репутации, о будущем. Конечно. Конечно. Посоветую нашим с вами слушателям еще. Когда они приедут в бизнес-школу и будут сравнивать. Допустим, они пошли там по большой тройке. И Бадаран, ХГС, Санкт-Петербург и Московский университет. Пусть они войдут в помещение школы. Или попросят альбомы выпускников. Либо просто посмотрят на стены. Во всех ведущих бизнес-школах стены увешаны фотографиями выпускников. Коллеги, это не случайно. Потому что страт тонка. Вы входите, вы видите около тысячи человек, групповых портретов выпускников. И обязательно находите одного, двух, трех знакомых. Вот. Вот я хотел. И вы начинаете туда звонить. И они говорят. Вот это, вот это. А вот это там классно. И иногда вы получаете от выпускников фантастические абсолютно характеристики, которые приводят в наших условиях. Казалось бы, нелестные. Например, к нам пришло более десятка человек от одного из наших выпускников, от которого я говорил. Я думаю, вы думаете, что? Я скажу, что наша бизнес-школа Гарвард? Далеко им до Гарварда. Но из того, что у нас есть, ничего лучше нет. И вот когда критические характеристики, они говорят, вот это преподаватель не понравился. Вот эта часть не понравилась. А если вас это интересует, вот это вы найдете, а это не найдете, 80% набора всей головки российских бизнес-школ, 80%, это не реклама, на которую тратится, как и во всем мире, 7% от оборота бизнес-школы на маркетинг. Маркетинг – это пиар-поддержка. 80% идет маус-ту-маус от выпускников. Люди приходят и говорят, да, вот мне вот сказали, вот-вот. Ибо если вам нужно истратить, ну, я не знаю, 10 тысяч рублей, вы можете сделать это быстро. А если вам нужно истратить миллион, вы крепко подумаете. Сергей, спасибо огромное. Еще раз новости. И наш слушатель Сергей, подождите. Новости. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Давайте сразу же я начну с вопроса слушателя, чтобы не томить его. Сергей, день добрый. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, добрый день. Значит, уважаемый Сергей, уважаемый ведущий. Я боюсь показаться смешным, честно говоря, да, в общем-то, я достаточно не молод. У меня такой вопрос. Если честно, да, положить руку на сердце, я просто не понимаю, чему же все-таки нас вот может научить школа МБА. Особенно вот молодых специалистов, допустим. Я понимаю, что есть какие-то определенные наработки в школах, есть какие-то определенные стандарты. Ну, вот применительно к нашей, давайте реально смотреть на то, что происходит в нашей стране. Как можно применить вот это образование? И в конце концов, в двух словах, что это такое, вот сама физическая суть этого образования МБА? Если можно, Сергей. И не смейте с твоим вопросом, пожалуйста. Нет, нет, вопрос по существу мне, по крайней мере, так показалось. Если я хотел бы уточнить у вас, Сереж, скажите, у вас образование высшее, какой отрасли и чем вы занимаетесь сейчас? Я сейчас объясню. Я генеральный директор компании. Я бывший начальник цеха на военном заводе, на крупном предприятии. Это не хвастовство. Нет, это нормально, нормально, конечно. Почему я пытаюсь понять это? Я знаю, как строить бизнес с нуля, понимаете? Я знаю, как на асфальте деньги заработать, что я и сделал, когда я приехал в Москву. Я вообще родом с Узбекистана. Я приехал с автодолларами сюда. И я не совсем понимаю, как меня могут научить построить бизнес и научиться грамотному маркетингу. Вот ребята, пусть они очень грамотные, из Гарварда. Ну, не понимаю я. Я объясню, почему. У меня есть основания для этого. Я разговаривал с выпускниками. Вот знаете, после института, там 2-3 года проработал, потом идут на курсы МБА. Разговаривала с ними. Ну, я не могу увидеть, понимаете, в том, что этот человек овладел каким-то статусом, будем так, для меня. Для меня он остается пока еще относительно малограмотный, непривыкший к нашим реалиям, непривыкший плавать, будем говорить так, в экономике нашей страны. Я еще раз говорю, я говорю о нашей стране. Основной акцентами на этом, да? То есть вот некие ментальные особенности не позволяют вам верить. Конечно. И очень непонятно, вот как нам могут преподавать из Гарварда, допустим. Я понимаю, что они изучают нас. И вообще, мне, честно говоря, хотелось бы понять саму суть. Что это такое? Спасибо, Сережа. Спасибо за звонок. Спасибо большое, Сергей. Вопрос очень хороший. Я начну с того, о чем говорил в самом начале интервью. Вообще, после двух-трех лет молодым специалистам рано идти на программы МБИ. Пусть идут на короткие программы повышения квалификации, на короткие тренинги. На программу МБИ нужно идти после пяти-семи лет работы. А на программу экзекьютив МБИ после пяти-шести лет управленческой работы. То есть когда вы уже прокладили большим коллективом. К слову сказать, если я буду брать ИБДА, средний возраст студентов программы экзекьютив МБИ 43 года. По нашей внутренней статистике, каждый второй из них уже миллионер. То есть ребята состоялись, они зарабатывали свой первый миллион, не в рублях, естественно. И они приходят для того, чтобы структурировать свое мышление и обменяться опытом с себе подобными. Почему на программу экзекьютив МБИ нельзя допускать третьих-четвертых лиц, там только первые лица. Либо собственники, либо генеральные директора, преподаватель их разговаривает. И они обмениваются опытом в различных сферах деятельности. Теперь о том, чему учат на программе МБИ, если на пальцах. Любая программа МБИ имеет некую сложившуюся структуру. В основе лежит изучение очень короткое, очень отжатое, очень прикладное деловой среды бизнеса. То есть наше предпринимательское право, наше налоговое законодательство, наша экономическая ситуация. И чуть-чуть по поводу мировой экономической ситуации, потому что в зависимости от циклов у нас с вами, то улучшается наша деятельность, то ли ухудшается. Потом из всего этого начинает идти курс общего менеджмента. Основ управленческой деятельности в теории, он очень короткий, в основном на тренингах, в основном через какие стадии обсуждения реальных ситуаций. От этого ствола менеджмента уходит в сторону ветви управления человеческими ресурсами, мотивация, оценка кадров. То есть основы навыков профессионального очень хорошего HR менеджмента. Опять основа, чтобы вы представляли, что там делается и какие существуют механизмы. Управление маркетингом, управление финансами, управление бухучетом, управление рисками. Все это перерастает в стратегический менеджмент и выходит на управление проектом. Вы пишете заключительную работу на основе проблем, которые решает сейчас ваша компания. И пытаетесь, взяв экспертизу преподавателей и опыт себе подобных из группы, составить, сделать свой план, бизнес-план, как свой проект, вытолкнуть вверх. Теперь, когда люди приходят на программы МБИ, экзекутив МБИ, они не идут только за знаниями, даже если они об этом говорят. Это не вуз. Люди идут на программу МБИ за тремя вещами. Каждая из них весит поровну, по 33%. Они идут за структурированием знаний, заметьте, когда их управленческие, практические наблюдения сводятся в некую канву. Они идут за обменом опытом с себе подобными. Вы своим конкурентам ничего не расскажете. А здесь сидят люди из разных отраслей, они решают те же бизнес-проблемы. И на разных примерах они более откровенны. Они идут за опытом и связями, потому что с этими людьми, а все они уже достигли многого. И они из разных областей страны. Вы потом пойдете по жизни и будете себя поддерживать. Ну и, наконец, в серьезные бизнес-школы идут за статусом. Потому что диплом Гарварда, можно верить или не верить, но он душу греет. Так же, как диплом Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации. Ну и не только душу, я думаю, если говорить о дальнейшем развитии карьеры и бизнеса. Еще один вопрос, Сергей. Вот Сергей, слушатель, все-таки делал акцент на то, что в нашей стране, в наших реалиях, в Российской Федерации, действительно есть такое отличие? Вы знаете, вот я не хочу Сергея обидеть, но больше всего критиков МБИ среди тех, кто на МБИ не учился. Вот не обижайтесь, ради бога Сергея, я понимаю степень недоверия, нас так много обманывали, начиная там от пирамид и всевозможных реформ, что мы никому до конца не верим. И тем не менее, программы МБИ помогают. Вот через вот эту работу, относительно длинную, обмен опытом, вы получаете возможность, при наличии управленческих талантов, у вас они вроде бы есть, у вас вы достигли такого положения, посмотреть на систему извне системы. Есть золотое управленческое правило. Система изнутри системы не реформируется. Для того, чтобы достичь прорыва, нужно подняться, как говорят, helicopter view, взгляд с высоты птичьего полета. Вот вырваться из ежедневной текучки и, обобщая опыт других, взглянуть со стороны на то, что делаешь. Обычно это помогает прорыву. И по первой нашей статистике, она ведь ведется, люди не будут на протяжении многих лет платить большие деньги. А слухи о том, что МБИ умирает, они существуют столько, сколько существует программа МБИ. Она существует еще раз. С 1901 года. И каждые 10 лет ее хоронят. Эти слухи, как говорят, сильно преувеличены, я так понимаю. Абсолютно. Потому что у меня есть информация, что уже российские бизнес-школы не выдают государственные дипломы МБИ. Нет, это правильно, об этом я сейчас скажу. Но это абсолютно разные вещи. Это абсолютно разнопорядковые вещи. Программа МБИ существует. По данным Суперджопру, выпускники МБИ делают карьеру в полтора-два раза быстрее, чем не выпускники МБИ. А если не будет вот этих подтверждений, люди перестанут идти. Это действительно так. Карьерный рост выпускников ведущих школ бизнеса, средний менеджмент, существенно быстрее. По топ-бизнесменам, как наш коллега Сергей, который уже находится наверху, о карьерном росте, наверное, говорить не нужно. Но раз эти люди приводят своих коллег на программы экзекьютив МБИ в ВБДА, я могу предположить, что пользу это их бизнесу принесло. Это, наверное, просто реализовалось в новых проектах, в новых инвестициях и прочее. Конечно, о чем они друг друга рассказывают, когда встречаются выпускники. Теперь о дипломе МБИ. МБИ, вообще говоря, не государственная программа. Это программа, ориентированная на бизнес. Она достаточно гибкая. Она перестраивается на марши под потребности группы. Обсуждение бизнесменов. Мозговые штурмы. Обсуждение деловых ситуаций. То есть это не программа политэкономии, которая расписана до каждых двух-четырех часов. Здесь очень много творческого элемента. С этой точки зрения госрегулирование для программы МБИ это не очень хорошая штука. То, что государство ушло от госрегулирования, это хорошо. Во всем мире ведущие программы МБИ оценивают ассоциации бизнес-образования, либо ассоциации работодателей. Для информации, в России полтора года тому назад была создана ассоциация или совет НАСДОБР. Национальный совет по оценке качества делового образования его учредили. РСПП, ТПП, Ассоциация менеджеров России, Ассоциация российских банков деловой России и Российская ассоциация бизнес-образования. При поддержке трех мировых аккредитующих ассоциаций, полтора года ассоциация готовилась, сейчас начался первый процесс аккредитации. Первая школа, аккредитованная нашей ассоциацией, жесткая аккредитация, но очень хорошо была МИРБИС. Вторая, к моей гордости, это Институт бизнеса и делового администрирования. У нас две международных аккредитации. Вот теперь есть российская общенациональная. Сейчас еще идет 12, я говорил, что вот группа ведущих бизнес-школ не боится, остальные приглядываются. Аккредитация жесткая. Первая аккредитация, хочу к вам сейчас обратиться, уважаемый господин ведущий, если вас заинтересует. Наша аккредитация официально открыта для прессы. Мы каждый раз приглашаем прессу участвовать в аккредитующих командах. Пресса была в МИРБИСе, пресса была в ИБДА. Если вы заинтересуетесь, приходите на любую следующую аккредитацию, посмотрите на нее изнутри. Мы хотим, чтобы весь этот процесс и внутренние составляющие ведущей российских бизнес-школ были известны в нашей стране. Мы этого тоже, как вы понимаете, хотим. Не случайно мы сегодня встретились с вами в этой студии. И я с удовольствием воспользуюсь вашим приглашением. Сергей, у нас осталось две минутки буквально, да? Ну, традиционно в конце эфира о неких перспективах, ну, в данном случае, перспективах развития бизнес-школ. Очень важный момент, о котором вы сейчас сообщили, что уже есть у нас и собственная ассоциация. Насколько она, опять-таки, в перспективе поднимет, или, точнее, ее вес поднимется на уровень вот этой основной тройки, да, королевской тройки? Как вы оцениваете это? Я думаю, что поднимется. Возможно, вы знаете, что завтра в стране откроется Гайдаровский форум, очередной Гайдаровский форум. А послезавтра и после, послезавтра будет целая череда заседаний, помимо социально-экономической проблематики, по бизнес-образованию. Приезжают руководители всех трех ассоциаций тройной короны, которые на равных вместе с Российской ассоциацией бизнес-образований будут обсуждать состояние качества бизнес-образований и рэнкингов. Потому что бизнес-образование нужно отделить от тех, кто под него подделывается. Оно действительно достаточно дорого. Но оно, если это настоящее бизнес-образование, оно помогает. Почему растут наборы в ЭБДАРАН, ХГС, в другие ведущие бизнес-школы? Ибо я закончу маленькой известной историей, когда у Эйнштейна спросили, великие ученые, вы верите в приметы? Ну что вы? А как же, говорят, когда вы идете на деловые встречи важные, вы под пятку в ботинок кладете пятак? Эйнштейн подумал и сказал, знаете, тем, кто не верит, тоже помогает. Вот это относится к программам ЭМБИ и бизнес-школам. Серьезные бизнесмены, которые приходят в серьезные бизнес-школы, получают возможность посмотреть из системы извне, освежить мышление и совершить творческий прорыв. Здорово. Спасибо огромное. Спасибо, уважаемые гости, уважаемые слушатели. Сегодня в гостях Сергей Мисоедов, проректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, ректор Института Бизнеса и Делового Администрирования. Мы обсуждали бизнес-образование в России и мире. Сергей, огромное вам спасибо за то, что нашли время. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов в бизнесе, до свидания.